МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участие в праздновании Дня Победы. Историческое событие для речного флота. Между Самарой и Тольятти теперь курсирует судно на подводных крыльях. Восход. Где отключат воду и перекроют дороги. В Самаре приступили к масштабному ремонту инженерных сетей. Самара отметила День Победы. Поле полумиллиона жителей региона приняли участие в празднике. Главным событием стал парад на площади Куйбышева. В нем участвовали 27 воинских расчетов, более 60 единиц военной исторической техники. А также все самарцы, вставшие в строй бессмертного полка. В этот день даже погода благоволила Самаре. В отличие от других городов Европейской части России, где шли дожди и было непривычно холодно, в столице 63 региона весь день светило солнце. Было тепло и ясно. Обо всем по порядку. Олеся Корецкая. Парад начинается. В автомобилях времен Великой Отечественной на площадь прибывают самые главные участники – ветераны. 72 года прошло с того победного дня 9 мая 45-го. Несмотря на преклонные годы, эти люди сохраняют молодость и бодрость духа. Я горжусь, что я живу в этом городе. Я очень рад и доволен с сегодняшним мероприятием, с такими грандиозными парадом. На трибунах десятки тысяч самарцев с таким размахом День Победы отмечают уже несколько лет. Но именно в этом году Самара встречает праздник в статусе города трудовой и боевой славы. 233 жители запасной столицы были удостойны высшей награды – звания Герой Советского Союза. 36 воинов стали полными кавалерами Ордена Славы. Я хотел бы пожелать всем самарцам, чтобы мы приложили максимум усилий для того, чтобы быть достойными памяти тех людей, которые создавали наше общее богатство, которые оберегали нашу страну. По площади маршируют почти 2000 человек, 27 парадных воинских расчетов. Это солдаты 2-й гвардейской армии, национальной гвардии, полиции и МЧС, а также курсанты военных учились и юно-армейцы. За пешей колонной на площадь выходит механизированная. Зрителям демонстрируются современные образцы вооружения – танки Т-72 и бронетранспортеры. В параде участвует почти 30 единиц военной техники. Следом за танками БТР по площади прошли система залпового огня «Град», а также ракетный комплекс «Искандер». В это же время над площадью проносятся бомбардировщики Су-24 и вертолеты Ми-8. Вслед за современной военной техникой на площадь выезжает колонна исторических машин с участниками военно-патриотических клубов в обмундировании 40-х годов. А в небе парят самолеты времен Великой Отечественной. Самая трепетная часть парада – на площадь выходит бессмертный полк. Его строю шагают и взрослые, и дети, почетные жители и простые самарцы. Все объединились в единый строй с портретами своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Гордость за своего дедушку, за наших родителей, дедушек, бабушек. Классно. И матцы переполняют. Это очень здорово. Колонна бессмертного полка растянулась на сотни метров. В строю прошли, по разным данным, от 40 до 60 тысяч самарцев. Праздник и радостный, и одновременно очень горько за все события, которые происходили. Хотелось бы, чтобы никогда больше люди этого не знали. А вечером на площади Куйбышева прошел большой праздничный концерт «Мы едины в победном строю». Самара, как город, как запасная столица, сделала очень многое для того, чтобы эта победа состоялась. Это величайший праздник для нашей страны, для меня, для моих родственников, для моих детей. Десятки тысяч жителей пели песни военных лет вместе с самарскими артистами и творческими коллективами. Специально на концерт в честь Дня Победы прибыл актер и кинорежиссер Сергей Маховиков со своей творческой программой. Завершились празднования Дня Победы грандиозным салютом. Олеся Корецкая, Максим Вусев, Григорий Плешаков. События. Праздник на высоте полета в День Победы на аэродроме Бобровка состояло зрелищное авиационно-спортивное шоу. На представление приехали сотни зрителей со всей области. Организаторы предлагали всем желающим совершить воздушные прогулки. Гвоздь программы – фигура высшего пилотажа в исполнении группы «Русь». За полетами черных альбатросов наблюдал и Олег Зверев. Эти боевые альбатросы летают только в мирных целях. Знаменитая пилотажная группа «Русь» в День Победы прилетела из Вязьмы в Бобровку, чтобы поздравить с праздником жителей Самарской области. Зрелищное небесное шоу требует особо тщательной подготовки и только высшей летной квалификации. Главное, чтобы было красиво и безопасно. Это первое, на что мы обращаем внимание. И мы для того, чтобы людям приносить радость. Легкие реактивные штурмовики Л-39 уносятся в небо под аплодисменты зрителей. Сначала они отправляются выступить в Тольятти, чтобы через полчаса вернуться в Бобровку. А пока зрителям предлагают выступление спортивных самолетов Як-52, демонстрационный полет исторического ПО-2, а для желающих самим подняться ввысь прогулочные полеты на вертолетах. В этом году на авиашоу собралось как никогда много зрителей. Многие приехали с детьми. День Победы. Показать нашу силу и технику. Очень важно это, чтобы именно он понимал всю жизнь и осознавал реальность. Они сегодня явно в ударе. Весь свой праздничный восторг пилоты показывают в фигурах высшего пилотажа. Для зрителей это захватывающее зрелище, а для летчика – свобода в небе, возможность показать все, на что ты способен. С Днем Победы зрители поздравляют парашютисты. Во время прыжка они разворачивают знамя Красной Армии и российский триколор. Все они с большим опытом, но все же признаются, что выступать на праздничном шоу – особо ответственная миссия. Это большая честь для меня, для моих родных, для нас всех парашютистов, да и в принципе для всех, кто выступает на таких торжественных мероприятиях. Я благодарен нашим дедам за то, что они победили. И вот в небе над Бобровкой снова появляются главные герои представлений – пилоты Л-39. Больше полутора ста таких машин сегодня стоят на вооружении в российской армии. И фигура высшего пилотажа внушает уверенность в боеспособности страны. Мы поздравили таким образом и жителей Тольятти, и жителей Борск, и самарчан с Великим Днем, с нашей победой продемонстрировали, что наши вооруженные силы и наши летчики по-прежнему являются серьезной силой и по-прежнему могут выполнять сложнейшие задачи и защищать нашу страну. Нынешнее авиашоу стало не просто зрелищным, но и самым массовым, так что по окончании представления на выезде с территории аэродрома собралась многочасовая пробка. Олег Зверев, Григорий Пешаков, События. А 8 мая на площади Славы состоялось возложение венков и цветов горельефу скорбящей родине Мацери. Несколько часов самарцы несли цветы к вечному огню. Тысячи людей с цветами, флагами, георгиевскими лентами заполнили площадь Славы. Жители Самарской области пришли почтить память настоящих героев, победителей. Среди собравшихся много молодежи. Это память о наших бабушках, прабабушках, дедушках, прадедушках. То есть это память о их героизме. Это надо помнить. Главные люди в этот день – ветераны Великой Отечественной войны. Федор Васильевич Ехимов ушел на фронт в 43-м, воевал на Дальнем Востоке, а был ранен. Мы счастливы тем, что мы участвуем в 72-й годовщине Великой Победы. Это наше счастье, что мы живы и находимся на такой славной площади. На фронт ушли больше полумиллиона жителей Куйбышевской области. 225 тысяч не вернулись с полей сражения. Вспомнили каждого поименно. На экране, установленном на площади Славы, несколько дней шла непрерывная трансляция. Память погибших почтили минутой молчания. Больше двух часов длилось возложение цветов и венков к вечному огню у горельефа, скорбящей Родине Матери. Этот подвиг навсегда останется в нашей памяти, немеркнущим символом мужества, бесстрашия и патриотизма советских людей. Мы обязаны делать все для того, чтобы ни фашизм, ни международный терроризм не угрожали миру на земле. Огромный вклад в Великую Победу внесли и труженики тыла. В годы войны в Куйбышеве было выпущено 34 тысячи легендарных штурмовиков Ил-2, которые наводили ужас на врага. А в памятный день над площадью Славы взмыл другой массовый самолет. По-2 в безоблачном мирном небе. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Накануне Дня Победы на площади Куйбышева горожане все вместе пели песни военных лет. С концентра в Самару приехал и хор турецкого. Как это было, увидел Сергей Кизоркин. Песни о Великой Победе не смолкали на площади Куйбышева с вечера еще 8 мая. Концерт «Мы Великой Победой поем песни вместе» по продолжительности побил все рекорды. На протяжении пяти часов на большую сцену выходили выступать с репертуаром военных лет Самарские творческие и трудовые коллективы, ветераны и молодежь. Равнодушных слушателей на этом концерте не оказалось. Каждый подпевал артистам. Самая любимая композиция – это День Победы. У меня комок в горло подкатывает, комок в горло. Я готов заплакать, но мужчину в этот день плакать вроде не принято. Я не плачу, а я готов заплакать в этот день. Они такие мощные, как говорится. Ну, трогают. Хорошо. За мурашек. Песни, которые мы знаем с детства, которые заложены в сердце, мы знаем все слова песен. Катюша, наверное, «Журавли». Я представляю такую большую, широкую Россию, где очень все дружны и именно относятся к победе вот с такой искренней любовью. Берлин, Самара, Москва. Кур Турецкого в канун Дня Победы приехал с программой песни Победы в Самару бывший Кубышев, который был тогда запасной столицей. В городе располагались советское правительство и дипломатические миссии. Это акция, где мы вспоминаем о великом подвиге советского народа. С другой стороны, это акция миролюбия о том, что мы должны объединяться для того, чтобы сохранить наш хрупкий мир. И как раз этот праздник, об этом, это послание в мир нашей доброй воли. Любимые песни Великой Победы «Катюша», «Смуглянка», «Хотят ли русские войны» прозвучали в этот майский вечер на самой большой площади Европы, которая собрала более 20 тысяч самарцев и гостей города. Концерт шел целый час. Хору турецкого подпевала вся площадь. Ведь у каждого россиянина прадеды-пробатки ковали победу в тылу, воевали и погибали на фронтах Второй мировой. И в каждой песне хор турецкого и самарцы оставляли частичку себя. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Повторили историю. Самарское знамя отправилось в путь, как 140 лет назад. В 1877 году трехцветное полотно, расшитое монахинями Иверского монастыря, подарили болгарским ополченцам во время русско-турецкой войны. Самарское знамя стало символом подвига русских солдат в борьбе за освобождение балканских народов от османского ига. Оно положило начало русско-болгарской дружбе. Ее юбилей с размахом праздновали в Самаре. И сегодня, как и 140 лет назад, знамя после обряда освящения отправилось по историческому пути. Куда, расскажет Олеся Корецкая. Самарское знамя освящают в Иверском монастыре. Молебен и обряд проводит митрополит Самарский Итальятинский Сергий. Это копия трехцветного полотна. Как и 140 лет назад, православный крест вышивали монахини. У знамени долгий путь. Оно прошло в бессмертном полку на параде победы по площади Куйбышева. И вот теперь из монастыря полотно торжественно несут крестным ходом на причал. В часовне святого Алексия, духовного покровителя Самары. По дороге возлагают цветы к памятникам Великой Отечественной. Воины тоже шли с молитвой на бой. Каждый воин, идя в бой, трудно. Все равно мысленно обращался, наверное, с молитвой к Богу. Вспоминал своих родных. И сейчас мы о них помним, вспоминаем. И тоже воинам какую-то весточку, икону, знамя передаем. На речном вокзале делегацию со знаменем встречают участники ретро-реконструкции исторических событий XIX века. Когда-то Самарское знамя поддержало всю Болгарию, положило начало ее государственности, а также объединило народы в дружбе, которая продолжается по сей день. Юбилей русско-болгарской дружбы с размахом праздновали в Самаре в 2016 году. На День Самарского знамени приезжала делегация Балканской страны вместе с председателем Думы города Старозагора и артистом Бедросом Киркоровым. Кроме того, комплексно отремонтировали бульвар на улице, названный в честь болгарского города Побратима. Самарское знамя для обоих народов – Великая Святыня, символ освобождения и развития национальной идеи. Настоящая национальная идея – это когда великое историческое прошлое соприкасается с твоей личной историей. Историей семьи, историей твоего города, историей, может быть, твоего края. Когда-то самарцы прикоснулись к истории освобождения Болгарии. Теперь силами городской и областной администрации и общественных организаций патриотический проект «Самарское знамя» поддержит военнослужащих в борьбе с радикальными исламистами. Копия Самарского знамени отправляется по своему историческому пути в Сызрань. Оттуда знамя доставят в Москву, как и 140 лет назад. Только на этот раз конечной точкой станет не Болгария, а Сирийская республика. Вместе со знаменем в Сирию отправят гуманитарный груз, а также более 500 писем для российских военнослужащих от самарских школьников и видеообращения от юно-армейцев. Олеся Корецкая, Максим Гусев. События. Теперь до Тольятти можно добраться за два с половиной часа и без пробок. Впервые после 19-летнего перерыва открыли скоростной маршрут по Волге. Пассажиров из Самары будет перевозить судно на подводных крыльях «Восход». Путян останавливается в Ширяево и Зольном. Подготовлены также маршруты для туристов с посещением культурного центра «Богатырская Слобода». В первый рейс восхода отправилась Валерия Макарова. В 8 утра первые пассажиры маршрута «Самара-Тольятти» собираются на речном вокзале, где их ждет «Восход-02». Этому судну на подводных крыльях уже 41 год. В 2016-м областное правительство выделило 29 миллионов на его капитальный ремонт. А всего таких судов в Самаре три. Восстановление восходов и возвращение их на речные линии в реч в порту называют историческим событием. «Прямое водно-транспортное сообщение на скоростных судах между Самарой и Тольятти восстановлено после 19-летнего перерыва. Более того, в самом порту Тольятти в последний раз скоростные суда на местных линиях эксплуатировались в 2000 году. То есть мы и в Тольятти впервые после 17-летнего перерыва приводим скоростной флот». Сейчас «Восхода» совершают два рейса в день по пятницам, субботам и воскресеньям. А в июне они будут ходить каждый день. В будущем на основе этого направления планируется создать экскурсионные туры. Уже подписан договор на открытие маршрута Самара-Тольятти-Богатырская Слобода. Его и показали журналистам. Гостей в Слободе встречают хлебом с солью. Дальше подъем в гору и мы оказываемся около стен крепости. Тут в деталях воссоздали антураж 10 века. От бытой архитектуры до богатырских боев. «Я уже занимаюсь этим третий год. С удовольствием обучился оружию богатырскому. И мне это нравится. Плюс еще тема такая, святорусское богатырство, история. Все это вот по мне». Не только боями и старославянскими играми привлекают туристов. Местные мастера известны своими ладьями. Сейчас строится судно с трехглавым Змеем Горынычем. На такой ладье вполне могли плавать наши предки веки примерно в десятом. Это судно строится соблюдением всех исторических технологий. Их принимали у карельских мастеров. Оттуда же из Карелии пришло и дерево, сосна для этой ладьи. Спускать на воду планируют уже этим летом в начале июля. И тогда головы Змея Горыныча будут уже совсем не такие. Это только лекала, а объемные. Сейчас их мастера делают в цехах. Интерес туристов к национальному парку Самарская Лука, где в том числе расположилась Богатырская Слобода, растет с каждым годом. Это подтверждает и статистика. «На сегодняшний день, по итогам 2016 года, более 300 тысяч только официальных туристов посетило территорию заповедника, национального парка. Это те, кто приобрели официально туристические путевки. В 2009 году объем путевок был порядка 18 тысяч». С мая по сентябрь восходы должны перевезти 30 тысяч пассажиров до Тольятти. Еще два скоростных направления – это Самара-Ширяева и Самара-Сызрань. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События. Год за два подготовка Самары к зиме проходит в усиленном режиме. В этом сезоне планируют переложить рекордную протяженность теплотрассы – более 10 километров. В прошлом году заменили всего 4. Ускоренные темпы взяли, чтобы не оставлять недоделки на год чемпионата мира по футболу. Проведение работ в исторической части Самары обсудили на совещании, которое провел первый заместитель главы города Владимир Василенко. Подрядчики переходят на круглосуточный режим работы в две смены. Это одно из условий, которые необходимо выполнить, чтобы успеть завершить земляные работы на участках до начала дорожного ремонта. А теплоснажающих организация требует работать согласно жесткому графику. Перекрывать автомобильное движение будут единожды на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга». Проезд будет ограничен с 12 мая на 7 дней. На других участках вскрывать асфальтовое дорожное полотно не будут. Эти улицы, которые мы сегодня обсуждали, ремонт теплотрасс, они попадают под ремонт. Если мы сегодня не начнем работать, значит мы тогда не обеспечим ремонтные работы в строительный сезон дорожникам. Поэтому и двухсменная работа, и по каждому набору работ, касается, должен быть составлен ежедневный график. Вот он есть, как мы обозначили проблему, с 11 по 15 июня. По каждой позиции вида работы должно прописано начало и окончание работы. И мы берем жестко на контроль. Жара еще не началась, а в Самаре уже произошло два десятка возгораний сухой травы. В основном это в Куйбышевском районе города. О готовности к пожароопасному сезону говорили на оперативном совещании в мэрии Самары вместе с управляющими компаниями и собственниками домов. В ближайшее время определят места, где будет размещено специальное оборудование и техника для тушения пожаров. Особое внимание к садовым товариществам. Дачникам напоминают о запрете на сжигание листьев, травы и мусора. За это может грозить административная ответственность. До 25 мая проведут рейды по всем товариществам. И людям еще раз разъяснят правила пожарной безопасности. Составьте по шагу обход всех территорий садово-дачных массивов. Еще раз подчеркиваю, всех. И под роспись председателей довести по поводу, что не допускают сжигания какой-либо травы. И вывоз мусора. Потому что в большинстве случаев у нас мусор на садово-дачных экономит деньги и начинает его сжигать. Традиции и преемственность поколений на аллее слава Самарского водоканала появилась еще одна звезда. Кому ее посвятили и почему в коммунальных системах так трепетно относятся к опыту предыдущих поколений. Узнала Марина Кравцова. Этого человека непременно встречают аплодисментами. Владислав Плятнер 40 лет проработал в системе водоснабжения. 13 лет возглавлял Самарский водоканал. И это были нелегкие годы, 90-е, когда задача была сохранить то, что есть. А он сумел еще и развивать предприятие. При нем строились крупные сооружения, прокладывались новые сети. Сегодня человек, ставший ориентиром для нынешних сотрудников СКС, вспоминает не свои заслуги, а людей, с которыми проработал бок о бок долгие годы. Все исполнительные, самоотверженные люди вот зимой могли в колодец нырнуть и задвижку закрывать. Ведь не каждый решится зимой в мороз холодную воду. Достижение Владислава Николаевича коллектив СКС решил увековечить на Аллее Славы рядом с центральным офисом. Аллея появилась здесь в прошлом году, к 130-летию Самарского водопровода. И Владиславу Плятнеру посвятили пятый памятный знак сразу за Алабиным, Вакана, Зиминным и Лендлеем. Традиции в самарских коммунальных системах чтят и по-прежнему главный принцип – любимому городу чистую воду. Следующая табличка увековечит Владимира Писарева, который руководил водопроводно-канализационным хозяйством не только в городе, но и в области. Во времена Писарева и Плятнера предприятие развивалось с наиболее быстрыми темпами. Он работал как раз в тяжелое время и справился с теми задачами, которые лежали на предприятии, с успехом. И на самом деле низкий поклон и ему, и Владимиру Николаевичу Писареву, потому что это люди, которые заложили тот фундамент, на котором мы сегодня развиваем наше предприятие. Сегодня коллектив СКС реализует масштабную инвестиционную программу. В модернизацию систем водоснабжения и водоотведения Самары уже вложено 2 миллиарда рублей. Аллея славы Самарского водопровода – еще одна добрая новая традиция предприятия. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Самарская область вошла в топ-10 регионов с наибольшим объемом автокредитов. Сколько займов оформили на покупку машин с начала года, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Цены на нефть сегодня пошли в рост. Баррель марки Brent стоит 49 долларов 20 центов. Валюта подешевела. Курс на 11 мая. Доллар 58 рублей 8 копеек. Евро 63 рубля 26 копеек. Золото стоит 2332 рубля. Серебро 30 рублей 62 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 58 рублей 40 копеек. Дороже всего продать за 58 рублей 5 копеек. Россияне смогут получать бесплатные лекарства в аптеках по рецепту врача. Предложения по организации такой системы готовят в Минздраве страны. Воспитание детей предлагают приравнять к трудовому стажу и увеличить финансовую поддержку многодетных семей. Проект закона направлен на рассмотрение президенту. А Самарская область вошла в топ-10 регионов с наибольшим объемом автокредитов. С начала года выдано больше 4000 займов. Это почти на 14% больше, чем в прошлом году. На этом все. Удачи в делах. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok